Мейкап тренды этой осени, морозный румянец, темные губы и серебристые текстуры теней. Как это все применить на практике, рассказывает Юлия Демшина, официальный визажист конкурса «Новая волна» в городе Сочи. Мы макияж начинали с увлажнения кожи, с подготовки кожи к нанесению макияжа, чтобы кожа была ровная, полощенная, ухоженная. И дальше мы использовали увлажняющий крем с коллагеном. Тональный крем прекрасно увлажняет кожу и выравнивает текстуру, придает такое дорогое свечение, сияние кожи. Затонировали и дальше мы подсвечиваем лицо. Лицо подсвечиваем мягкое свечение, мягкая растушевка, воздушные движения кистью. То есть не старайтесь давить на кисть, мягко наносите продукт, слегка наслаивая его по мере надобности. Этой осенью актуально, как никогда, свежий морозный румянец. Если у вас нет времени долго гулять по лесу и зарабатывать его, да, то вы можете добиться холодными оттенками румян. Я в рабочей обычно использую не одни румяна, а два-три оттенка. Они так лучше подстраиваются. И румяна делают более яркими радужку глаз. Вот сейчас у нас у модели стали очень-очень голубые глаза. Сейчас мы создали легкий дневной макияж, освежающий, такой фреш-образ. И теперь мы будем его трансформировать в вечерний макияж. Слегка смачиваем кисть в мицеллярном растворе. Набираем тени. Они более дегментированные, становятся более яркие. Здесь важно использовать мицеллярную воду не на спиртовой основе. Читайте состав. Именно мицеллярная вода поезе, она еще и с пантенолом. Поэтому она прекрасно для этого подходит. Макияж мы создавали очень легкий, освежающий. Этот макияж сможет повторить любая девушка. В нем использовался и мягкий хайлайтер с эффектом свечения, и освежающий румянец. Был исключен жесткий контуринг, который сейчас не актуален. Какие тенденции использовались? Это серебряные оттенки теней, свечение, холодный румянец, шоколадные оттенки губ. На губах мы использовали два продукта – коричневый карандаш и розовую помаду. То есть вы сможете намешать ее самостоятельно любой оттенок, от светлого до темного. Самая распространенная ошибка в макияже – неподходящий оттенок тонального крема. После нанесения происходит реакция продукта с воздухом. Тон подбираем, мы наносим на челюстную косточку. Можно еще нанести на шею, на два участка. И ждете минутку-две. Смотрите, он слился с вашей кожи, либо стал как раз наоборот – более оранжевый, более розовый. Тогда, естественно, он вам не подходит. Если он идеально с вами слился, то все, стоит его покупать. Тенденции модных макияжей заимствуются из подиумных образов, но прекрасно адаптируются для повседневной жизни. Отдельные элементы могут применяться вне зависимости от возраста и типа внешности.